Юрий Панин, мне кажется несправедливым то, что страны Балтии закрыли для граждан России въезд и я согласен с теми, кто утверждает, что тем самым они помогают Путину в мобилизации. Юрий, да, Юрий, ну не совсем так. Понимаете, страны Балтии ведь отказываются не от людей с какими-то политическими убеждениями, они отказываются принимать людей, которые пересекают границу просто с шенгенскими визами, выданными там другими государствами. Никто не отказывается защищать политических беженцев. Ну, делайте заявление. Понимаете, это маленькие государства, которые уже испытали на себе воздействие мощнейших агентурных сетей России. Там в Латвии, это вот Латгальский район, ведь пенсионеры русские, которые просто ждут танков Путина. В Эстонии это, мы с вами помним, ну восстание практически было из-за этого бронзового Алеши. Я там как-то был во время избирательной кампании российской. Там многие сохранили гражданство российское, но они более радикальные, чем националисты внутри России. Понимаете, ну я понимаю этих стран, которые пытаются, ну просто защититься от агентурной сети. Ведь те, кто пересекают границу, их даже спросить нельзя, поддерживают они Путина или нет. Не пересекают границу, чтобы пережить вот этот тяжелый момент санкций, изоляции России. И продолжают поддерживать этот режим. И я понимаю стран Балтии, мы с Сашей Сотником, но обратили внимание, скажем, по поводу Эстонии мы это, по-моему, или Литвы, я не помню. Но это один в одинаковой степени проявляется. Но просто агентурная сеть выдвигается, уничтожив оппозицию в России, она выдвигается теперь, ну, в страны Балтии, где присутствуют оппозиционные силы. Нету возможности у стран Балтии отказывать в политическом убежище. Они обязаны это рассматривать и рассматривают. Они отказывают тем, кто не политического убежища ищет, не людям оппозиционным режиму Путина, а тем, кто с очень большой вероятностью, с вероятностью там 90%, этот режим поддерживает. Но сейчас временно надо там как-то пережить. Я их очень хорошо понимаю, я их предупреждаю об этом вместе вот с Сашей Сотником, о том, что они подвергаются очень мощному воздействию путинской агентурной сети. Самозащита.